Есть специализированное отделение для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. И это, конечно, центр сборных команд. В каждом центре физической культуры и спорта существует отдел по работе с инвалидами. Там человек может получить всю необходимую помощь и консультации. Но вот, например, Игорь Коробейников занимается спортом не в муниципальном фоке, а на частном теннисном корте. Руководство клуба пошло навстречу инвалидам и предоставляет им дорогостоящие площадки. Причем, по словам администрации, не всегда и не в полном объеме, получая за это денежную компенсацию с бюджета. Инвалиды же, в свою очередь, надеются, что не только коммерсанты, но и город найдет возможность обеспечить им бесперебойную доставку к месту тренировок приспособленным транспортом. Не только в те организации, которые относятся к мозгам спорту, но и в те спортивные центры, которые выбирают они сами. Лилия Попова, Валерий Максимов, Александр Савин, ТВ-центр. Тема автобусов оказалась актуальна сегодня и для лондонцев. Мэрия британской столицы выпускает на маршрут новую версию знаменитого даблдекера. Двухэтажный автобус впервые появился на лондонских улицах в 1947 году и с тех пор стал символом британской столицы. Конструкторы и чиновники утверждают, что в новой версии пытались сохранить классический стиль и обновить, прежде всего, начинку даблдекера. Самое главное, машине стоимостью почти 12 миллионов фунтов стерлингов установлен гибридный электробензиновый двигатель. Новая информация о главных событиях этого дня в 23 часа 40 минут. Ну а прямо сейчас на нашем канале предвыборные дебаты. Всем хорошего. Увидимся через несколько минут. Новая информация о главных событиях. Здравствуйте. Телеканал ТВ-центр продолжает теледебаты кандидатов на должность президента России. В соответствии с федеральным законом каждый претендент имеет право прислать вместо себя для участия в дискуссии доверенное лицо. Этим правом сегодня воспользовались и участники нашего сегодняшнего эфира. И позвольте мне представить тех, кто находится в нашей студии. Доверенное лицо кандидата на должность президента России Михаила Прохорова Евгений Вадимович Ройзман. Здравствуйте. Я напомню тему сегодняшней дискуссии. Она очень важна. Как укрепить добрососедские отношения между народами России и избавить общество от угрозы межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Я предлагаю вначале нашим гостям в течение двух минут сформулировать позиции своих кандидатов по этому вопросу. И вначале по жребию ваши первые две минуты. Прошу. Мне проще. Уважаемый Юрий Юрьевич, уважаемые друзья. Вот посмотрите. В свое время, во времена советской власти, коммунисты выстроили такую систему, при которой была возможна произвольная нарезка национальных границ, особенно вот за Кавказской Федерацией, вы знаете, что там произошло. Народы объединяли семьи, они были не готовы к такому объединению. Депортация народов, то есть именно дискриминация по национальному признаку. И при том, что коммунисты были, декларировали себя как интернационалисты, они ввели графу национальность в паспорт, и по этой графе зачастую проводились репрессии. Но я сейчас не об этом. Как-то попытались выстроить систему межнациональных отношений. Это сложнейший вопрос, и надо отдать должное, как-то пытались это сделать. Тем не менее, практика показала, что было допущено огромное количество ошибок, и когда чуть-чуть советская власть ослабла, взорвалось везде, и на национальных окраинах, и внутри. Русские побежали отовсюду и оказались действительно на своей территории самым гонимым народом. У меня, если, Юрий Юрьевич, если у вас есть у Геннадия Андреевича какая-то внятная программа по национальному вопросу, если вы признаете существование национального вопроса в России, пожалуйста, скажите, какие были допущены ошибки, и как вы предполагаете их в дальнейшем исправлять, если вы признаете существование национального вопроса в России на сегодняшний день? Ну, понятно же, да? Спасибо, благодарю вас. Вы не использовали ваши две минуты полностью, но, Юрий Юрьевич, я думаю, что сейчас наша система автоматического счета времени сработает таким образом, чтобы вы смогли использовать ваши две минуты для представления позиций вашего кандидата по теме между самих отношений. Не все смотрят сначала. Уважаемые избиратели, я Юрий Болдрев, доверенное лицо кандидата президента Геннадия Андреевича Зюганова. Я не член КПРФ, но среди сегодняшних кандидатов Геннадий Андреевич Зюганов, представитель КПРФ, для меня является единственным всерьез альтернативным нынешней кланово-олигархической системе кандидатом. И я об этом говорю не только на основании того, что написано в программе. Я говорю это и на основании того, что я видел, как работу фракции КПРФ в Государственной Думе на протяжении практически 20 лет, еще работая в Счетной Палате, по всем ключевым вопросам, связанным с экономикой, социальной политикой, государственным управлением, там, где сталкивались всерьез интересы общества и власти дрой полигархата, практически это единая уния, везде нам приходилось опираться на левые фракции, превращая на КПРФ. Таким образом, я объясняю, почему я представляю Геннадия Андреевича. Вы спросили про внятную программу и просили перечислить ошибки. Ошибок было много. Если я начну их перечислять, как ошибки коммунистов, так и ошибки докоммунистов, и после коммунистов, ни на что больше не останется времени. А эфирное время мне хотелось бы потратить на другое. На доведение той информации, к сожалению, которая широко до общества не доводится. Поэтому, если кратко сказать о том, как решать проблемы, я бы сказал две вещи. Первое. Я не верю в мир и дружбу между народами, если в обществе в целом царит несправедливость, вопиющая несправедливость, нищета и озлобление. В этом смысле я не являюсь специалистом по национальным проблемам. Но я считаю, что в национальные специальные переводятся проблемы, прежде всего, социальные. Спасибо. Благодарю вас. На этом первая часть нашей дискуссии, собственно, завершена. Мы теперь можем с полным основанием перейти непосредственно к дебатам, когда вы сможете задавать друг другу вопросы. Напомню, тему сегодняшнего разговора, она целиком посвящена межнациональным отношениям, межконфессиональным отношениям и преодолению межнациональных и межконфессиональных конфликтов. И очень важное замечание. В распоряжении наших гостей всего по 30 минут эфирного времени в соответствии с федеральным законодательством. По 2 минуты вы уже использовали. Наша система автоматического отсчета эфирного времени будет отслеживать ваши выступления. И если кто-то из участвующих в дискуссии выговорит свое время первым, микрофон ему придется отключить, о чем я просто хотел бы напомнить. Итак, мы начинаем. И позвольте я задам тогда первый вопрос. Российскому государству уже больше тысячи лет. На протяжении этой тысячи лет это всегда было многоконфессиональное, многонациональное государство. И на протяжении этих столетий все-таки удавалось крупные межконфессиональные и межнациональные конфликты гасить. Был опыт Российской империи, был опыт Советского Союза. И есть некоторый опыт нового российского демократического государства. Что из этого опыта можно использовать сейчас? Прошу вас. Смотрите, одна из самых болезненных тем для сегодняшнего общества – это взаимоотношения с Кавказскими республиками. Возможно, здесь и разница менталитетов играет роль. Она действительно играет очень большую роль. Возможно, те дотации, те деньги, очень большие, идущие на Кавказ, задевают коренное население России. Именно центральной России, где просто пустеют деревни, зарастают поля. И, конечно же, межконфессиональные отношения. Тем не менее, был опыт дореволюционный, опыт достаточно серьезный, в частности на Кавказе. Опыт в центральной России, он был прост. Со времен, после того, когда сумели победить татарское иго, опыт был очень прост. Там был ценз религиозный. Любой человек, приехавший в Россию из Литвы, из Польши, из Орды, если он принимал православие, он становился совершенно членом общества, полноправным. И никто никогда ему ничего не вспоминал, и жил бок о бок, и очень много мы тому примеров в нашей истории имеем. Был такой ценз, сейчас этого ценза нет. И гражданин России на сегодняшний день, звание гражданина России, оно не заменяет той ситуации. По Кавказу ситуация была, скажем так, у нас бывали на Кавказе ситуации хуже, чем она сейчас. То, что сейчас Путину удалось какое-то замирение Кавказа, это такой пожар, потушенный огромными деньгами. Просто огромными деньгами в ежедневном режиме, но деньги, они дешевле крови в любом случае, скажем так. Поэтому пусть так, лишь бы как-то справляться с ситуацией. А вообще на Кавказе происходило следующее. Всегда русская политика, если она была жесткой и последовательной, именно последовательной, она приводила к каким-то позитивным результатам. Обязательный момент справедливости. Малейшая несправедливость, сразу все могло вспыхнуть. Ну и конечно же, всегда в приоритет ставилось две вещи. Первое. Разоружение. То есть, прежде чем замерять, всегда надо было разоружать. Это получалось. И второй очень важный момент. Русское правительство нашло очень верный ход. Они насаждали на Кавказе традиционный ислам. Там, где традиционный ислам, там нет ваххабизма. То есть, были такие ходы, можно делать, можно сопротивляться ситуации. Но, самое главное, должна быть сила, основанная на справедливости. Силу, основанную на справедливости, понимают все. А просто силу бессправедливости всегда встречаем сопротивление. Ну, совершенно понятная ситуация. То есть, вы выступаете в некотором смысле за ценз, ну, неважно, условно говоря, ценз заседлости для вновь прибывших. Аналог института прописки в советское время. Это некое продолжение той же политики, другими способами. Чуть-чуть по-другому. У Прохорова есть, у него национальный вопрос делится на несколько составляющих. Там экономический, правовой и культурный. Я бы отдал больший приоритет именно правовому. Он несколько очень сильных вещей, Михаил, предложил. Национальную проблему на местах можно снимать выборами местного милицейского начальника. Выборами шерифа. Потому что на сегодняшний день, мы это видели в ситуации по Сагре, видели по ситуации в Карагае, у нас в Махнёво, в Алапаевском районе, где выходцы из Кавказских республик захватывают власть. И в этом случае очень легко коррумпируется местное милицейское начальство. Прохоров предложил выбирать. Если милицейский начальник будет выбран, он будет отчитываться только перед жителями, а не перед вышестоящим начальником. И мнение жителей будет его интересовать гораздо больше. А выборы местных муниципалитетов, это достаточно смело, Михаил предложил, но я его здесь поддержу. Предлагается выбирать местному населению, но тем, кто прожил в этом населённом пункте не менее 15 лет. Это сильный достаточно ход. Ну и естественно, две трети налогов оставлять в регионах, чтобы люди могли просто поднимать свою культуру, свои анклавы. Ну, просто и понятно. Спасибо. Юрий Юрьевич, могу задать тот же вопрос по поводу многолетнего, многовекового опыта совместного проживания народа в России. Но если вы хотите, вы можете уже вступить в дискуссии и возражать или отвечать на те вопросы, на те темы, которые ваш оппонент поставил в ходе своего выступления. Уважаемый Евгений Владимирович, вы поставили правильный вопрос о справедливости. Но я обращаю внимание на то, что у нас ведь дискуссия не между нами с вами, где мы равно можем апеллировать к справедливости. Дискуссия таким образом, тем не менее, между кандидатом Прохоровым и кандидатом Зюгановым. А вот это мне странно. Дело в том, что выборы – это ведь не только программные положения, предложения, которые, дай денег, напишут любые, давайте без иллюзий. Это ещё и соревнования репутаций. Причём репутаций как наведённых, опять же, дай денег, и репутацию нарисует любой, особенно если ты владеешь средствами массовой информации, да? А репутаций, основанных на реальной информации о деятельности человека. Ваш кандидат признал, что приватизация, в том числе критно-залоговые аукционы, он сказал, что законно, с моей точки зрения, это ложь. Это ложь, я готов это доказывать. Я своей рукой подписывал документы в Генеральную прокуратуру, где обосновывал притворность сделок, притворность, в результате которых ваш кандидат стал невероятно богатым. Но обращаю ваше внимание, ведь он же сказал, да, несправедливо. То есть я невероятно обогатился на несправедливости и далее претендую на пост президента страны. Ну, мне кажется, здесь есть некоторые противоречия. Возвращаясь к вашему вопросу, два аспекта выделил бы. Первый. Страна превращается в пустыню. Несколько крупных агломераций, где можно получать более-менее приличные деньги, а вокруг пустыня. Несколько крупных центров, куда стремятся все. Вавилонскую башню строить. В этом смысле, да, политика и царская, и советская была со сдержками, с ошибками. Ошибки признаны. Но находили способ давать людям работу, зарплату, цивилизованный способ существования там, где они родились и в массе своей. На самом деле, и склонны остаться навсегда. Кто не хочет остаться навсегда в Чечне и в Ингушетии, мог стать профессором, юристом, ученым, так далее, приехать в Москву, в Питер, куда угодно. Но как массовое явление, это противоестественно. Сейчас как массовое явление запущено переселение народов Кавказа. Не ученых, юристов, там, живописцев, как вы, поэтов, а простых крестьян, простых рабочих в Пензенскую область, еще куда-то. Это создаются предпосылки для страшных конфликтов в будущем. Значит, первое решение, это все-таки не удерживать людей силой, но создавать условия для того, чтобы люди могли нормально развиваться и жить в своей языковой среде, там, где они родились и там, где они пригодятся. Это первое фундаментальное. И оно упирается в экономику, в экономическую и социальную политику на уровне всего государства. Второе, что не менее важно, о чем как-то не принято говорить, но я рискну. Вы сказали о репрессиях по национальному признаку, но согласитесь, в советское время было где-то и неформальное немножко квотирование аккуратно, чтобы не было перекосов, чтобы не было такого, чтобы в правительство вдруг собираются люди там, на половину одной национальности. Я не против. Никаких репрессий, но не должно быть перекосов. И в этом смысле опыт Дагестана, в котором тоже все очень сложно, но в котором реальное квотирование в парламенте, в том числе в условиях конфликта, по национальному признаку, я не утверждаю завтра ввести указом. Но надо очень внимательно к нему присмотреться. Мы должны найти способы не допускать таких перекосов в национальном представительстве, причем не только во власти, подчеркиваю, но и в бизнесе, или в той власти, которая в экономике является самой ключевой, в экономической, в финансовой власти. Мы не должны допускать национальных перекосов. Иначе это ведет к тому, что затем начинают называть всякими нехорошими словами. Значит, я бы на этом пока остановился. Позвучало слово «квотирование». Вы разделяете эту позицию? Ну, квотирование пытались ввести в Царской России. Была такая процентная норма. Я не считаю, что это справедливо, потому что людей нужно ценить по их вкладу в нашу культуру, по их вкладу в нашу экономику. Очень сложный вопрос. Что касается справедливости и несправедливости приватизации, Михаил Первый, кто сказал об этом, что да, приватизация была законная, но несправедливая. И я готов идти на переговоры со всеми и договариваться, что все, кто принимал участие в приватизации, какую-то долю отдадут государству. Мало того, он предложил налоговую амнистию для тех, кто задекларирует деньги, полученные в те годы. Это очень смелый шаг, и не все на это идут. А делать это все равно надо. Но разная ситуация. Представляете, Прохоров в 23 года остался один, без родителей, сам зарабатывал деньги. В то время, когда Зюганов сидел в Думе, ну и там политические манифесты, там какие-то программы, Прохоров просто сам зарабатывал деньги. Зюганов же не пошел деньги зарабатывать и сел в Думе. А Прохоров пошел сам в тяжелейших условиях. И когда он поднимал Нурникель, Нурникель бросили красные директора, там больше 2 миллиардов долгов было. И Прохоров сумел создать предприятие, где получали самые высокие в России зарплаты и самая мощная социальная сфера. Он орден за Нурникель получил. Ну а потом Михаил еще сумел создать десятки тысяч рабочих мест в России. Поверьте, я сам из бизнеса, я знаю, что такое заниматься бизнесом, сколько препятствий. И да, где-то сбоку кому-то нравится политикой заниматься, кому-то нравится бизнесом заниматься. И обвинять бизнесмена в том, что он удачливый, это все равно, что обвинять врача, что он хорошо лечит. То есть, ну здесь нельзя просто передергивать. Спасибо. Попытаюсь не передергивать. Повторите, действительно Прохоров первый, кто сказал, что несправедливо? Прохоров сказал об этом сам. Прохоров сказал об этом сам. Его не вынуждали это сказать. Он сказал сам, да, я считаю, что приватизация была несправедливой. Но она была законной в тот момент. Это были законы России. И страна рушилась. Причем рушилась та самая коммунистическая страна, которая обещала светлое завтра, светлое будущее и так далее. Она рушилась, потому что она была неконкурентоспособна на тот момент. Поэтому так и произошло. А как получилось, что заводы были бесхозные? Ну как оно произошло, что зарплаты не платили годами? Оно ведь как-то произошло. Ну не вы, а ваши доверители в то время были у власти. Повторите, он первый среди кого? Он сказал об этом вслух. Я был свидетелем, он сказал об этом вслух. Да, он сказал, я считаю, что приватизация была законная, но несправедливая. Он говорит, я готов об этом разговаривать. Спасибо. Ну, уважаемые телезрители, я так и не понял, он первый среди кого. Мне казалось, что задолго до Прохорова не сидели в Думе, а противостояли варварскому разграблению нашего государства, уж извините, Геннадий Андреевич Зюганов и его товарищи. Для того, чтобы ваш доверитель смог получить государственное имущество на многие миллиарды долларов, ни за что, повторяю, ни за что, я готов это обосновать. Для этого пришлось расстрелять российский парламент, для этого пришлось вступить в сговоры, которые сейчас в деталях рассматриваются в лондонском суде между Абрамовичем и Березовским. Я рекомендую всем молодым ребятам, которым кажется, что вот надо же такой молодой и успешный, что вот кто-то сидел в Думе, а он пошел работать, посмотреть внимательно биографию, на каких должностях работал и что делал. Значит, я вам скажу так, я-то в это время создавал счетную палату, а затем работал заместителем председателя счетной палаты. И мы организовали в том числе проверки деятельности нашей власти, друзей вашего кандидата Коха, Чубайса, потому как они управляют государственным имуществом и что они затем с ним делают. И я рассказываю даже не вам, вам с удовольствием подарю свою книжку на эту тему, рассказываю телезрителям, что зафиксировано в отчетах счетной палаты. Не коммунисты, а Чубайсы, Кохи, Вавиловы, будучи управляющими от имени государства, вот этими ключевыми, заведомо рентабельными, потому что мировые монополисты комбинатами такими, как Норильский никель, по году не исполняли свои обязанности. Не являлись наседания соответствующих органов, где они были представителями государства, подчеркиваю. Одни и те же люди сначала саботировали государственное управление тем же Дорильским никелем, а затем доказывали, что государство в принципе не может управлять. Это были не коммунисты, это были друзья вашего кандидата, Чубайсы, Кохи, Вавилова и так далее. Как коммунисты это допустили? Они же были у власти, у вас вертикаль была круче путинской сто раз. Как произошло, что на ваших глазах, когда коммунисты были у власти, развалилась страна? И парламент расстреливали одни коммунисты, а сидели там другие коммунисты. Но это же произошло, это медицинский факт, как вы можете это оспаривать? Да, продолжаю. Геннадий Андреевич Зуганов на пресс-конференции в Росбалтии сказал очень важную для меня фразу, без которой, может быть, я бы даже не согласился бы с ним работать. Он сказал следующее, у КПСС, у той партии, не КПРФ, КПСС, была прекрасная идея близко к христианской. Были колоссальные ресурсы, но не было чего, механизма обновления самоочищения, внутренней нормальной конкуренции. И в результате все закончилось загниванием и предательством. Это ответ на ваш вопрос. Возвращаясь к исходу, мне важно, чтобы люди знали, что это было. Значит, в отчетах счетной палаты, когда ваши друзья, друзья вашего доверителя управляли от имени государства Норильским никелем, в отчетах зафиксировано, что никель продавался дешевле биржевой стоимости, зафиксировано, что никель в порошке продавался как болванки, там чуть ли не на порядок, по заниженной цене и так далее, и так далее. За любое из этих преступлений, этих людей в США посадили бы лет на 40-60, еще до залоговых рейтных цен. То есть до Прохорова, правильно? До Прохорова. С друзьями вашего Прохорова, Чубайсом, Кохом, Вавилом и так далее. Ну так нельзя говорить. Это было до Прохорова. Когда Прохоров пришел, это стало предприятием, где получали самые высокие зарплаты в России, самые мощные в социальной сфере. Он поднял предприятие просто на другой уровень. Но я вам скажу, у нас на Урале столько заводов бросили, и люди были бы счастливы, если бы Прохоров их купил. Он бы их поднял. Сейчас расскажу дальше. Расскажете? Значит, утверждение, что купили по дешевой цене, что-то недоплатили, что никто тогда не мог оценить реальную цену, это все ложь. Значит, в сети есть мое обращение за моей подписью, как зампредсчета МВД, к генеральному прокурору, где описано основание для признания сделки притворной и ничтожной. Схема очень простая. Молодые ребята, очарованные, что это вот так вот все, должны это знать. Значит, схема была простая. 1995 год. Не выплачивают зарплаты, пенсии, задержки. Ужас! Не хватает денег. Правительство, друзья вашего доверителя, находят 600 с лишним миллионов долларов, якобы временно свободных средств, кладут их на депозиты в коммерческие банки, так называемые полномоченные. А потом заявляют, что нам, государство, не хватает денег и надо взять в кредит. У кого? У этих же банков. Более чем половину пересекались напрямую. Но только банки не такие добрые, они без залога не дадут. А залог – заранее подготовленные, собранные воедино, ключевые, заведомо рентабельные активы России. Это то, о чем Березовский и Абрамович сейчас спорят в Лондонском суде. Подробнейше описывают. И далее. В договоре не предусмотрена возможность выкупа залога, а в бюджет на следующий год даже не закладываются в проект деньги на выкуп залога. Это было незаконно. Это было сделано сознательно и целенаправленно, с целью обойти закон о приватизации и государственную программу приватизации, в которую как раз мой доверитель Геннадий Андреевич Зюганов и его фракции не допустили включения этих, еще раз подчеркиваю, куриц, несущих золотые яйца для государства, для всего общества. Сделка была заведомо притворная и по любому закону она должна быть признана ничтожной. Более того, с моей точки зрения, подобные преступления не должны иметь строка давности. Вы меня сейчас опять спросите, кто виноват? Прохоров или Чубайск, Ох и так далее? Так? Вы же на это говорите, что... Нет, ну Прохоров сказали, кто виноват. И озвучил это ваш доверитель Зюганов. Он сказал, что система КПСС прогнила и не способна была самообновляться и справляться. И поэтому страна лежала на боку. И если такие, как Прохоров, сумели поднять хотя бы то, за что они взялись, ну им просто поклониться надо. Там по 60 по 70 тысяч средняя зарплата была. Я ничего... Зюганов пока особо рабочих мест не создал. Кроме тех, кто у него там помощниками работает. Прохоров создал десятки тысяч рабочих мест. И вот это вот между властью и бизнесом конфронтация была всегда. Но тем не менее, вы были у власти 70 лет. Вы уронили страну, а теперь жалуетесь на то, что кто-то подобрал. Отлично. Я ничего не путаю. Ваш доверитель на последнем курсе института поспешил вступить в КПСС? Был такой случай. Был такой случай. Тогда скажите, почему на Геннадия Андреевича Зюганова вы ставите клеймо, при том, что он не отказался от своих взглядов, создал новую, другую партию, подчеркиваю, это не КПСС, партию национально ориентированную и социально ориентированную, защищающую интересы общества. А ваш доверитель конъюнктурно вступил в КПСС, затем переметнулся. Почему же клеймо на моем доверитель, а не на вашем? А смотрите, вы сейчас только что сказали словами Зюганова, что система КПСС, проблема, это именно загнивание и неспособность к самоочищению. Сколько лет Зюганову? Ему 69-й год. Что, кому-то молодым дали подняться? Сколько у них там проблем между собой с Купцовым, с тем же Мельниковым? Он не дает системе самоочищаться, и он не отходит в сторону. Он полностью повторяет клише КПСС. А к тому, что вы говорите об олигархах, я думаю, что вы как человек честный и знающий, вам известно, что КПРФ финансировал Ходорковский, столь нелюбимый вами олигарх. И все проблемы Ходорковского, политические, начались с того, что он давал деньги Зюганову. Это известный факт, и за эти же деньги в свое время он провел Кондаурова, генерала КГБ, который у вас сидел депутатом в Государственной Думе. Вот это вот медицинский факт, который вы никто не сможете оспорить, потому что это известный случай. Он действительно финансировал КПРФ. Для чего тогда Ходорковскому было финансировать КПРФ? Хорошо. Первое. Значит, я этого факта не знаю. Да ладно. Так. Слушаю. Да с чего вдруг вы не знаете? Так, повторяю. Это даже не скрывал никто. Повторяю. Я этого факта не знаю. Ну спросите у Геннадия Андреевича, может он вам расскажет. Геннадий Андреевич, обязательно спрошу. Ну, третье. Очень любят у нас люди, с одной стороны требовать принципиальности, а с другой стороны требовать прагматизма. Так вот, я утверждаю, что в стране создана в целом принципиально криминальная система, в рамках которой для того, чтобы иметь возможность выйти к людям и что-то сказать, и провести избирательную кампанию, нужно собирать эти подписи. Юрий Юрьевич, я с вами согласен полностью. Вот здесь я с вами совершенно согласен. Мы с вами оба это понимаем. Это так и есть. И поэтому, ну, надо что-то менять. Просто надо что-то менять. Вот об этом сейчас и разговариваем. Я здесь согласен с вами. Отлично. Уважаемые участники дискуссии. А можно я продолжу? Извините, вы рефери, можно я продолжу? Безусловно. Моя задача следить за соблюдением времени. Да, прекрасно. Равенство между участниками сегодняшнего разговора. Я просто напоминаю, что у нас есть обратный отсчет времени. Следите за этим тоже. Благодарю вас. Чтобы не повисло в воздухе. Вы сказали, что Прохоров создает рабочие места. А я утверждаю, что мы с Зюгановым создавали рабочие места. Я, находясь в счетной палате, хочу Мухаммедович Кормоков, первый представитель счетной палаты, которого вычеркнули из истории, как будто его нету. И другие. И Геннадий Андреевич Зюганов с своей фракцией. Обосновываю. В 1995 году, когда все природные ресурсы оптом через систему соглашения о разделе продукции пытались сдать нашему стратегическому конкуренту дробь противнику, да еще и на условиях, когда он имеет возможность все оборудование и услуги возить из-за рубежа, а я поясню, компенсационная нефть по ряду месторождений составляет до 90%, то есть 90% всего, что будет вытащено, это стоимость оборудования и услуг и так далее. Кто встал против за то, чтобы были использованы российские мощности, российское оборудование, российские рабочие места? Кто встал? Во-первых, Первый Совет Федерации, выборный, членом которого я был. Я был сопредставителем согласительной комиссии от Совета Федерации. Во-вторых, счетная палата, которая давала заключение, мы ее тогда только создавали. И в-третьих, на кого мы оперлись в Думе? Мы оперлись в Думе на две фракции. Глазио Бабурина и самая крупная, на которую мы смогли опереться, Коммунистическая партия Российской Федерации. Коммунистическая партия Российской Федерации встала жестко. Я думаю, вы догадываетесь, что когда идут транснациональные корпорации захватить чужие природные ресурсы оптом, как они сейчас сделали в Ливии, как сделали в Ираке, как собираются сделать в Иране, денег не пожалеют. Так вопрос не в том, что кому-то дали денег, а кому-то не дали. Вопрос в том, что кого-то купить не удалось. Не удалось купить КПРФ. КПРФ, став на пути этого захвата наших природных ресурсов, оптом сохранила и создала для России сотни тысяч, если не миллионы рабочих мест реальных. Это первое. Второе. Что делал Прохоров? Что делал Потанин? Они делали очень просто. Они, получив все это, стали развращать и расстреливать общество и органы государственной власти. Вы говорили, что Ходорковский скупал. Ходорковский тоже участник залогово-кредитных аукционов. Он получил в результате этой же схемы. Он не скупал, он финансировал КПРФ. Он скупал людей, насколько мне известно, прошу прощения, заведомо на корню заранее. И раскидывал их по разным партиям. И какие-то партии, насколько мне известно, вынуждены были идти на компромисс, тем не менее, продолжая по-крупному стараться отстаивать интересы своих избирателей. Такая мафиозная система создана, ее нужно сломать. Кстати говоря, сломать эту, это называется буржуазная демократия, вульгарный вариант буржуазной демократии, самый вульгарный, когда все обеспечивают деньги в избирательной кампании. Это кто намерен сломать? Я не слышал, чтобы это намерено было сломать Прохоров. Это намерено сломать КПРФ. Есть что возразить? Не, а мне что возражать-то? Я это все наблюдал, находясь в Думе. Я знаю, как в Думе происходят голосования. Там можно оставаться независимым, когда ты сам независимый. А когда лидер фракции бегает в Кремль, отчитывается перед Сурковым, там, конечно, гораздо сложнее работать. Скажите мне, пожалуйста, Юрий Юрьевич, вот вы знаете, мы начали с национального вопроса. Вот была ситуация в 1998 году, когда ратифицировали договор по Украине. И по этому договору за Украиной остался Севастополь. 11 миллионов русских, наконец-то, закрепили там статус Севастополя. Все уже, возврата никакого нет. И тогда опирались власть именно на Селезнева, коммуниста, который был тогда спикером, и на Геннадия Андреевича Зюганова, который возглавлял крупнейшую в Думе фракцию. Этот закон провели благодаря голосованию коммунистов. То есть, тут можно много говорить. Есть какие-то факты. Как вы их обойдете? Я не намерен обходить. Я считаю, что с Украиной нам воевать нельзя. С Украиной совершенно правильно зафиксировали статус-кво. И, насколько мне известно, программа КПРФ предусматривает в будущем добровольное снова объединение с Белоруссией, с Украиной. Если позволите, хотелось бы снова все-таки вернуться к заранее обозначенной согласованной теме дискуссии, межнациональные отношения, межнациональные, межконфессиональные конфликты. Я хотел бы еще раз напомнить о том, что у нас существует система обратного отчета времени и просил бы участников в дискуссии следить за своим временем, для того, чтобы не пришлось кому-то в конце отключать микрофон, чтобы осталось хотя бы немного для последнего завершающего слова. Возвращаясь к теме межнациональных отношений. В обществе одна из главных проблем, связанная с этой темой, это, наверное, 282-я статья. Одни называют ее антифашистской, другие называют ее антирусской. Отношение ваших кандидатов к этой теме. Она должна ужесточаться или может быть отменена? Юрий Юрьевич, я правильно понимаю, что в свое время именно коммунисты, когда было большинство за 282-ю статью, голосовали? Я не могу сейчас привести точные данные. Вот. Я могу здесь говорить свое мнение. Значит, я считаю, 282-я статья в большинстве случаев своего применения направлена против русских. Это мое мнение, потому что я за этим слежу, я за этим просто вынужден с этим, приходится сталкиваться. Но здесь даже проблема не в самой статье. Здесь проблема вне справедливости власти. Просто вне справедливости. Статью можно использовать как угодно. Но используется она на сегодняшний день большей частью против русских. Я свидетель тому. Я хотел бы напомнить зрителям, что 282-я статья Уголовного кодекса – это возбуждение межнациональной и межконфессиональной вражды. Отношение партии и вашего кандидата к этой статье. Я же сказал, я прокомментировать эту статью не могу. Я могу высказать свое мнение. Мое мнение заключается в том, что статья в справедливом государстве, со справедливой властью, не приводящая социальные конфликты в национальные, в своих интересах, такая статья нужна. В сегодняшней ситуации проблема фундаментальной несправедливости унии власти и олигархата. В своих интересах, как это было когда-то, все газеты писали открытым текстом, как Гусинский, кто открывает фашистов, с камерами снимаем, на Запад отправляем, на финансирование борьбы против русского фашизма, кто закрывает фашистов. Это известно, все это описано. Значит, это все манипулирование обществом. Сознательное манипулирование. Но все равно, хотел бы тогда привести вам один пример из недавних. Бесовские или бесовские танцы в Храме Христа Спасителя, исполнение панк-оперы на Амвоне, с вашей точки зрения, эти действия этих девушек, они подлежат, подпадают под действие 282-й статьи или это просто невинное хулиганство? Подлежат общественному осуждению, не прокурору. Но не есть возбуждение межнациональной и межконфессиональной родины. Подлежат общественному обсуждению, не прокурор, юридическую квалификацию не дают. С моей стороны, это была совершенно безвкусная акция. Ну, именно безвкусная, некрасивая, которая оскорбляет, ну, чувства верующих, ну, просто своим безвкусием тоже задевает обычных нормальных людей. Что-то они не пошли в мечети в Грозном, не сплясали. Вот. На самом деле, никакой тут не должно быть уголовной ответственности, конечно, просто на нас стыдить. И все понимают, что это было просто некрасиво и нехорошо. Хорошо. По поводу уголовной ответственности и деятельности судов тогда есть вопрос еще. Касательно межнациональных и межконфессиональных отношений. Смотрите. Аракчеев, лейтенант Аракчеев, дважды оправданно судом присяжных, продолжает сидеть. Да, здесь есть некий межнациональный аспект, некий межнациональный подоплек. Известное дело недавнее, которое рассматривалось и продолжает рассматриваться в суде, это борец, который толкнул в Москве молодого человека. Ну, не толкнул, он его ударил, причем ударил сильно. Ударил. Хорошо. Тем не менее, суд сначала принимает решение об освобождении под подписку о невыезде, затем, как бы высшая инстанция это решение отменяет. Скажите, пожалуйста, вот действие суда в тех случаях, когда в деле явно или неявно присутствует межнациональная подоплека, какими они должны быть? Суд должен учитывать это или действовать абсолютно строго по закону, как предусматривает это все наше законодательство? Я отвечу, да? Значит, я считаю, что власть, власть обязана ориентироваться на настроение в обществе, как это было с манежкой, как это было с согрой. Власть обязана ориентироваться и власть, если власть включает задний ход, ну, так вульгарно выражаясь, это не показатель слабости власти, это показатель мудрости и гибкости и справедливости. Тем самым власть признает, да, мы не досмотрели, мы совершили ошибку, но мы готовы к диалогу и готовы эту ошибку исправлять. Но в случае с судом суд должен быть абсолютно бесстрастным. Но, я знаю, суды всегда, в случае, когда один из виновников принадлежит, относится к каким-то диаспорам, на суды всегда оказывается давление через диаспоры, через представителей диаспор, ну, не всегда, а очень часто. И судьи, как правило, подвержены. В данном случае мы видим это, ну, Чехов же написал, сними-ка брат Елдырен с меня шинель, ну, хамелеон. Тот же самый случай. Дело по Мирзоеву, оно очень простое. Ему можно задать один вопрос. Бил зачем? Зачем ты бил? Ты бил беззащитного человека. Ты себя знаешь, ты чемпион мира. Зачем ты его ударил? Вот просто разница менталитетов. Нет человека, все. Конечно, должен отвечать. Коротко. Давать квалификацию судебным делам неуместно. Суд присяжных должен быть, раз, ширин, и никто не вправе тасовать коллегии присяжных, пересматривать и так далее. Точка. И вот можно к тому, что Юрий Юрьевич сказал, я дополню. Я занимался делом Аракчеева, когда был депутатом Госдумы. Я с ним встречался. Нормальный парень открытый, офицер. У меня нет сомнений в его невиновности. И понятно, что если суд присяжных дважды оправдывает русского офицера, ну и его судят просто уже по другим законам. Некрасивая история с Аракчеевым. И Медведев в свое время сказал, что он обратит внимание на это дело, но ничего не стронулось. А местонахождение судоприсяжных в данном случае имеет значение, скажем, если он находится в таком плавильном котле, как Москва, или он находится в достаточно локальном национальном регионе, как Адыгея, Чуркесия, Осетия, Чечня, Дагестан? Это разные судоприсяжных, я так приятно. Конечно, разные судоприсяжные ситуации. Что делать в этой ситуации? Конечно, разные настроения, они же не в вакууме существуют. Хотя, хотелось бы и в идеале, просто должны руководствоваться буквой закона, быть сильными и справедливыми. Больше-то ничего отсюда не требуется. Сложнейший вопрос. Согласен. С моей точки зрения, суд присяжных в Российской Федерации, по всем признакам, включая национальный состав, должен быть пропорционален национальному составу Российской Федерации, будь то в Москве или в Чечне. Чеченцам сейчас может показаться, что я говорю что-то не то. Вдумайтесь, без этого и у вас справедливости не будет. О взаимоотношениях между регионами внутри России. Но есть еще один аспект этой темы, который во многом связан, в том числе, кстати, и с бизнесом. Это внешняя миграция, это водовые ресурсы. Кто несет ответственность за избыток наблюдаемых гражданами нашей страны, мигрантов в России? Пограничники, миграционная служба, власти или, может быть, те бизнесмены, которые, стремление быть эффективными и занизить свои затраты, берут людей с заведомо заниженными требованиями по оплате труда и социальным параметрам. Да, вы ответьте, я отвечу. У нас же по жребию есть четырех десяток. Ваше слово всегда первое. Значит, смотрите, действительно огромная проблема. При этом еще надо понимать, что у нас происходит вымирание населения. И вымирание происходит именно за счет русских. С 2002 по 2010 год русских стало меньше на 4 миллиона 870 тысяч. И носителей русского языка стало меньше на 4 миллиона 600 тысяч. Это госстатовские цифры. На самом деле может сложнейшая ситуация обстоять. И власть пытается эту прореху заткнуть мигрантами. У нас уникальная страна в мире. У нас открытые границы с наркопроизводящими регионами. С Киргизией и с Таджикистаном. И ни для кого не секрет, что основной поток героина в Россию идет именно из Таджикистана. И завозят его, как правило, граждане Таджикистана или таджики граждане России. Но это не оспорить никем. Этот факт никто не сможет оспорить. У нас от употребления героина в год погибает. По 2010 году были последние цифры. Официальная цифра 126 тысяч человек. Мы первое место в мире занимаем по смертности среди молодежи. На этом фоне, конечно, власть просто обязана вводить жесточайший визовый режим. Хотя бы с наркопроизводящими регионами. И Прохоров, кстати, выступает за это. И Михаил еще одну вещь предложил для всех предприятий, которые нуждаются в рабочей силе, создавать такие условия, налоговые преференции, инвестиционные преференции в тех случаях, если они берут на работу местных уроженцев. Это очень важный момент, это очень болезненный момент. Вы правильно сейчас сказали, что ищут дешевую рабочую силу. Но дешевая она не всегда квалифицированная, поэтому Михаил предложил именно помогать тем, кто берет на работу местных. Это очень простое, по-другому не сделать, жесточайший визовый режим, плюс преференции для тех, кто берет на работу местных. Ставит ли визовый режим крест на интеграционных процессах, на постсоветском пространстве, создании единого таможенного пространства и той или иной формы консолидации России, Казахстана, Киргизии, наших бывших союзных республик? Думаю, что нет. Думаю, что здесь не будет усложнений для добрых людей. И одновременно с этим надо делать программу по переселению соотечественников. У нас до 25 миллионов русских рассеяно. Но все деньги, которые выделялись на эти программы, были случаи, когда они просто разворовывались. И кто сталкивался с этим, кто сталкивался с этим, кто сталкивался с этим. И я не могу обращать первоочередное внимание. Точка зрения кандидата Зюганова и КПРФ на проблемы трудовой миграции и взаимоотношения в рамках СНГ и Средиземных республик. Давайте без иллюзий. Алчность олигархата и продажность власти. Можно сказать, алчность и продажность унии олигархата и власти. Не надо иллюзий в отношении будущего. Ваш кандидат сейчас при власти. Он активный член РСПП. Активно участвует в выработке той политики, которая реально сейчас проводится. И когда счетная палата всерьез вскрывала ключевые преступления власти, средства массовой информации, принадлежащие вашему аннексимбанку, писали пустые хлопоты, мрачная прокоммунистическая контора. Поэтому не должно быть иллюзий. То, что сейчас есть... Слушайте, у вас есть газета «Правда», она вообще не весь что пишет. Ваша газета. Каждый в своей газете пишет то, что считает нужным. У вас есть своя газета, у Прохорова есть своя газета. На этом все и строится, и люди сами выберут, какие газеты им читать. Так, так, не весь что подробнее можно? Что не весь что? Вон у вас там портреты Ленина, который на Красной площади испортился давно. Это и есть не весь что. Вы почитайте. Мое не весь что, которое я предъявляю вашему кандидату, куда с моей точки зрения существеннее. Я приведу пример. Журнал «Эксперт». Ах, «Эксперт», молодежь, прекрасно. У меня лежит записка журналиста, который брал у меня интервью. Журнал «Эксперт» – ваш журнал. Так вот, он у меня взял интервью, опубликовал, ну, вашего, был вашего аннексимбанка. Когда-то был кого-то. Да, вот именно в этот период, когда был. Так вот, интервью, а я даю только на условия, что не запятой исправить нельзя. А потом табличка прилеплена, якобы, что счетная палата пустая и бессмысленная, все кругом вранье. И у меня записка журналиста, рукописная, Юрьевич, извините, это не я, это на руководство так надавили. Потому что алчному олигархату не нужен в стране порядок, что бы он ни говорил перед выборами. Спасибо. Возвратите что-либо. Нет, я считаю, что СМИ, СМИ, должны быть, конечно, независимыми. СМИ надо передавать в частные руки. И каждый пишет то, что считает нужным. Люди разберутся сами. Им не надо идеологию ЦК КПСС навязывать, что вы будете читать вот несколько газет, а больше не будете читать ничего. Люди разберутся сами. А вот смотрите, Юрий Юрьевич, у меня один очень простой вопрос. Вот КПСС были у власти 70 лет. А вот Зюганов сидит в парламенте, он все в этом понимает. Но один момент, который обходится всегда. При КПСС, при коммунистах не было ни одной больше партии вообще. И даже за мысль о какой-то еще одной партии можно было сесть. И люди за это садились. Как вы предполагаете, ну, заходить, снова заходить во власть? А вы что, были вот такие, и ни одной партии больше не давали голову поднимать? А сейчас вдруг раз поляну откройте, и, пожалуйста, да, пусть партии расцветут. Ну вот как, вот расскажите. Отвечаю. И при царе не было ни одной больше партии. Да ладно, с чего вдруг-то? Серьез. При царе книги толще 300 страниц не подвергали цензуре, потому что никого не интересует. Сейчас при вас, при вашем олигархате и покрывающем... Это точно так же при вас. Я-то в счетной палате не работал. Расскажите вот лучше, много уголовных дел по материалам счетной палаты было возбуждено? Вот, вот сейчас расскажу. И покрывающим ваш олигархат... Ну, что вы так? Президенте Медведеве и премьере Путине сейчас реально создать партию всерьез альтернативной власти невозможно. И это все знают. А Михаил предложил уведомительный порядок партии, уведомительный порядок регистрации. А почему нет? Отлично. Отвечу. Простой шаг. И думаю, что вы бы поддержали. Вы популярный человек у себя? Ну, не знаю. Против вас выставляли двойников? Сложно. Фамилия у меня, видите. А против меня регулярно выставляли двойников. С моей фамилией и моим именем. Вы же понимаете, это инструмент малипулирования. Вот плотину сейчас прорвет, больше сдерживать нельзя. Ваши поняли, Путин и Прохоров и Медведев, что сдерживать больше нельзя. Делаем оборот наоборот. Пусть будет 500 партий. Для чего? Чтобы той же КПРФ можно было предпоставить. КПРФ А, КПРФ Б, тому же Ройзману еще пару Ройзманов придумают, тому же Болдорову еще 25 Болдоровых и так далее. Это механизм манипулирования. Не, я это наблюдаю точно так же, как и вы. А что ж тогда спрашиваете? А Прохоров-то при чем? Вы говорите Путин и Медведев. Отвечаю, при чем Прохоров. Вот, я вам подарю просто, я распечатал. Особое мнение на результаты повторной проверки счетной палатой Норильского никеля. И здесь в деталях расписано, как моя оценка, аудитора просто купили. Что вместо того, чтобы проверять как положено к первичным документам, он вдруг состряпал отчетик на основании данных Норильского никеля, на основании данных администраций. Как все здорово, как здорово. Зашибись, работают. Просто прекрасно. Молодец, аудитор. Тут же получил орден и должность в Красноярском крае, а затем у вас же в аннексиум структурах. Вот механизм. Образ будущего это подкуп должностных лиц органов государственной власти. Власть ему за это орден, за то, что все, извините, переврал. Значит, ваши структуры ему за это должность. Вот механизм. Юрий Юрьевич, а рабочим зарплаты самые высокие в России, 10% рабочих владельцев акций, там достаточно миллионеров. Прохоров там 6,5 лет прожил и 6,5 лет безвылазно работал. И Норильский никель сейчас одно из лучших предприятий в России, а лежало на боку при коммунистах. Ну как так? Скажите, вы не такой великий, как Прохоров. Я не такой великий, как Прохоров. Но если вам подарить эту студию вашу собственность, ни за что, за бесплатно, вы будете правлять ее против своих интересов. Вы не сможете правильно мотивировать людей, которые работают. Сможете. Это не доблесть. Это он делает в своих личных интересах. Хорошо, хорошо, я скажу вам так. А если будет выбор, что сейчас у студии нет хозяина, и через какое-то время она просто развалится. А если кто-то придет, он ее поднимет. Вот и весь. Выбора-то особо не было. Ну 2 миллиарда долгов было у Норильского никеля, год в Норильске зарплаты не платили. Этот-то весь Норильск знает. А вот это-то, извините, и есть ложь. Ложь, что при коммунистах заморили Норильский никель. При коммунистах Норильский никель, то, что состоял в Юго-Костадале, обеспечили хлебом и маслом всю страну. Как он упал и был выставлен на продажу. Ведь это было. Ведь это же было. Это ложь, поясняю. Да ладно. Чего ваш вот есть факт? Ну я привел вам данные. Смотрите, Норильский никель лежал на Баку. Это знают все. У него была куча долгов и не платили зарплаты в Норильске. После того, как пришел Прохоров, он поднял и сделал одно из лучших предприятий в России. Поверьте, что таких предприятий столько было в России. Если бы руки дотянулись поднять их, то они бы сейчас существовали. А у нас умирают маленькие города. Эти предприятия никто не купил и никто не поднял. Но надо же понимать, вот есть данность. Понятно, что у коммунистов всегда они верят в светлое будущее, которое где-то там. А работать надо здесь и сейчас, и сегодня. Вот чтобы не было иллюзий. Во времена Советского Союза Норильский никель не лежал на Баку. Но Советский Союз рухнул. Советский Союз развалился. Мы сейчас с вами в другом государстве. Но ведь это же было, это же произошло. Это произошло, по словам Зюганова, из-за того, что у КПСС была косность и неспособность к самоочищению. Совершенно верно. То есть все начинали с другой совершенно позиции. Советский Союз предали и продали. Кто? Вы не знаете кто? Кто? Ну расскажите кто. Коммунисты? Ну кто? Все же коммунисты были там. И Ельцин коммунисты, и Горбачев коммунисты. Прохоров был в КПСС на последнем курсе. Да, да, вступил известный такой факт. И чем же Зюганов больше виноват, чем Прохоров? А я не про Зюганова говорю. А просто что у КПСС сама идея себя не оправдала. А Зюганов кто? КПРФ. А что вы считаете, это что-то другое? Это принципиально другое. Называется ребрендинг такая ситуация. Нет, ребрендинг это то, что делает Грев со Сбербанком 20 миллиардов рублей на то, чтобы галочку не ровную, а косую. Значит, КПРФ это совсем другая. Это сила национально ориентированная, безусловно, и социально ориентированная. Я думаю, этого достаточно. Единственная альтернатива нынешним властно-олигархической умнее. Я находился в Думе и наблюдал все это. Очень просто быть добрым за чужой счет. Ты заработай деньги, а потом пойди их и раздай. И это будет по-мужски и нормально. А когда кто-то зарабатывает, а ты сидишь и распределяешь. Это очень просто быть добрым за чужой счет. Вот, чтобы не было иллюзий у молодых ребят. Вы создайте гугл, это называется заработал. Конечно. А вы возьмите государственное, заведомо рентабельное предприятие, которое Кохи и Чубайса... А на котором год зарплаты не платят. Да. При Кохе... Людям-то нет никакой разницы, им надо получать зарплаты и воспитывать детей. Прохоров им сумел дать и рабочие места, и зарплаты, и возможность социально, ну, как-то развиваться. Ведь это же тоже факт. Рассказываю. Сначала Чубайса и Кохи кладут... Ну, это Чубайса и Кохи, это мы разговариваем о Прохорове. Ну, что нам Чубайса и Кохи? Сначала Чубайса и Кохи кладут заведомо рентабельное предприятие «Монополист» на бок. Затем... А как вы позволили, коммунисты? Ну, как вы позволили? Вы были у власти, вертикаль у вас была в сто раз круче путинской. Вся страна принадлежала вам. Ну, как вы позволили это сделать? Повторю, для того, чтобы это сделать, Ельцин расстрелял парламент из танков. Ельцин тоже коммунист. Нормальный такой коммунист, секретарь обкома. И Горбачев коммунист. Где у вас предатели-то? Только среди коммунистов. Так, а Прохоров не коммунист? Прохоров не коммунист. Вступил человек, была ситуация конкретная. Видимо, условие было... Кстати, одно из условий в свое время для выезда за границу, обязательно членство в партии. Я не знаю, я не задавал Михаилу этого вопроса. Но если такой вопрос задавать, то всей стране можно... Вы сказали, была конкретная ситуация. Я не знаю. Вы сказали. Так вот, я утверждаю, что люди, сохранившие свои убеждения, более достойны уважения, чем те, у кого была конкретная ситуация. Можно из-за ошибочного убеждения рубиться, там выбрал дорогу, не сворачивай. Я бы хотел донести для людей важную мысль. Еще раз. Кохи Чубайсы положили заведомо рентабельное предприятие «Мировой монополист» на бок, как и медом я сказал, продавая за бесценок никель, дешевле биржевой стоимости. Затем сфальсифицировали залогово-кредитные аукционы, притворная сделка. А затем от структур, связанных с аннексимбанком, дело союза писателей, еще и получили деньги за ненаписанную книжку. Хорошо известно. Это так, мелочь на обналичку, чтобы было что предъявить. А вы говорите, как связаны. Вот так связаны. Уважаемые участники дискуссии, хотел бы еще раз напомнить вам о том, что у нас есть система обратного отчета времени. Вы можете посмотреть на экран, сколько у кого осталось времени. И позвольте мне, поскольку дискуссия уже так постепенно ближется к концу, все-таки вернуться к теме, которая была задана в начале, межконфессиональное и межнациональное отношение. Здесь часто звучали сожаления, причем с двух сторон, я так понимаю, о распаде Советского Союза по тем и иным причинам. Но мне кажется, что причины распада возревали достаточно долго и медленно. С момента возникновения советской власти. Тем не менее, вот скажите, вы, насколько я понимаю, все-таки представляете в некотором смысле Урал. Вы Санкт-Петербург. Как вы относитесь к проблеме сепаратизма, невнятного, регионального, внутреннего, скрытого такого сепаратизма? Потому что у вас в Питере существуют ингенмарланцы, сторонники отделения от России северо-западных территорий, включая Новгород, Карелию, Псков. Недавно на Урале прошли какие-то занятия в одном из высших учебных заведений, где рассчитывались экономические параметры существования независимой республики Урал. Урал, это звоночки, с этим надо бороться, или это то, на что не стоит обращать внимание, пусть играют свои деловые или там какие-то другие игры? Евгений. Смотрите, с этим, конечно, надо бороться, с проявлениями вот такого сепаратизма. Но только не так, как боролись во Владивостоке, когда туда зубр прислали, когда там били людей на улицах. То есть это совершенно по-другому надо бороться. Нужно бороться тем, что в каждом русском регионе создавать возможности для развития регионов. Не отправлять все деньги на Кавказ, а дать возможность подняться русскому северу, который вымирает, дать возможность подняться центральной России, где поля зарастают и деревни исчезают. За чей счет? Откуда? За чей счет? За счет инвестиционных и налоговых преференций. В частности, Прохоров предложил все районы сельского хозяйства, где какое-то рискованное земледелие, просто освободить от налогов. Мы туда все равно деньги вваливаем. Люди платят налоги, мы их туда возвращаем. Дать возможность людям поднять голову. Дать возможность всем, кто пытается развить свою территорию, оставлять до двух третей налогов. Это очень важно в регионе оставлять налоги. Люди сами разберутся. Если муниципальные все должности будут выборные, и люди будут, те, кто голосует, отвечать за свой выбор, и те, кто выбраны, они будут сориентированы не на вертикаль власти космическую, а на своих избирателей, тогда найдут, как и распорядиться с этими деньгами, и как поднять свои регионы. А никакое силовое недопустимо в принципе, потому что вот такими действиями, которые центральная власть попыталась навязать, можно просто потерять Дальний Восток, в частности. Такими же действиями можно потерять Калининград. Это может произойти очень быстро, потому что империям вообще свойственно распадаться, и если империя начинает сокращаться, ну история показывает, что очень сложно удержать империю в своих рамках. Это должна быть взвешенная и мудрая государственная политика, и сильная, и направленная, не на личное обогащение, и не на обогащение своих питерских друзей. Она должна быть направлена на благо всего народа. И в этом случае будет все нормально. Знаете, один из самых хороших лозунгов, которые были на митингах протеста. Делай нормально, и будет нормально. Ну, в общем-то, я все сказал. То есть, как вы знаете, ситуация изнутри, уральского такого сепаратизма, как бы вот явного не существует? Нет, есть такая местная идентификация. Люди гордятся местом, где они выросли. Они понимают, это не противопоставление, это сопоставление, это совершенно нормальный процесс. И если центральная власть будет себя вести мудро, эти настроения никогда не выйдут за рамки. Ну, это вот мое мнение, как историка, как человека, живущего на Урале. Юрий Юрьевич, тот же самый вопрос про сепаратизм и про северо-западные регионы, которые там... Есть фанатики отделения, есть... Что с ними делать? Притягательной является справедливая империя, в которой бедный платит не 13% по доходу налог, а существенно меньше. В Истоне, например, до 5000 рублей в эквиваленте вообще ничего не платит. А богатые, как при Кеннеди в США, до 90%. Когда Рейган приходил, самые богатые, там, после миллионов долларов, платили около 80%, а либерал Рейган снизил до 46%. Такого варуста, как в России, когда Прохоров и все его друзья по этому союзу промышленников платят 13%, как самый бедный, нет нигде. Это несправедливо, это ведет к развалу. У меня о прогрессивной шкале, у меня есть свое мнение. Получается так, в нормальном государстве, в любом нормальном государстве деньги заработанные, это эквивалент проделанной работы. И это не было бы справедливо, что человек, который больше работает, больше платит. Он способен сам на себя брать разные социальные нагрузки. Тот же Прохоров платит налогов больше всех в России, самый крупный налогоплательщик России. Кроме этого, порядка 100 миллионов долларов каждый год тратит на благотворительность сам. Его никто не заставляет. Поэтому, я считаю, что имеет смысл объявить для всех налоговую амнистию, чтобы начались серьезные достаточно поступления в бюджет, объявить его на год, за год, кто не успел задекларировать, ну, жесточайше наказывать. Это может покрыть дефицит пенсионного фонда. Обязательно надо то, что предложил Прохоров, налог на собственность. Ни на роскошь, ни на что, потому что это можно не отследить. А налог на собственность, это как раз коснется всех коррумпированных чиновников. И в то же время Прохоров предложил вообще освободить от налогов семьи двое и больше детей, где меньше миллиона доход на члены семьи. Просто освободить от уплаты подоходного налога. Нам хватит денег в стране, тем самым мы можем стимулировать просто развитие, ну, рождаемость детей. Да много моментов, об этом можно долго говорить. Ну, чтобы плыть, надо плыть. Меньше миллиона, я не ослышался. Меньше миллиона, да. Всех, у кого меньше миллиона, просто освободить. Это реально, это можно сделать. Трое детей, доход меньше миллиона. Ну, годовой. Повторю, чтобы не было иллюзии. Это не креативный класс, ваш кандидат. Не креативный класс. Тут можно, знаете, можно очень много штампов, понавесить, ярлыков, как это при советской власти делалось. Как сейчас там, оранжевые, болота, охранители. Не, мы живем в одной стране, мы умеем друг с другом договариваться, умеем отстаивать свои убеждения. Давайте без ярлыков просто разговаривать. Вот я, как при советской власти, навешу ярлык. Креативные, это те, кто создают Google. И сражаются в жестком конкурентном пространстве. А те, кто захватили госсобственность, заведомо рентабельную. Мировой монополист по целому ряду цветных металлов. Это не креативный класс. И говорить о том, что они что-то не вложат. В Эстонии все, что реинвестируется, освобождается от налога. А зато с дивидендов, не как у нас 9, а 26%. А Прохоров предложил 26 дивидендов, с нерезидентов 26% платить. И сказал, я первый буду платить. А компании вашего доверителя еще и в офшорах зарегистрированы. А он и сказал, что все, кто не резиденты, чтобы платили 26%. И первый сказал, что заплатит. А в той же Эстонии, к этим 26%, если хотя бы 15% в офшоре, еще 21% добавляется. Еще раз, не надо путать, не надо говорить о том, что вот не будут инвестировать. Значит, на первых позициях по всем ООНовским, Довозским и прочим рейтингам скандинавские страны, где очень жесткая прогрессивная шкала налогообложения. И в России выделяем специально все, что связано с природными ресурсами. И в финансово-манипулятивном секторе должно быть не менее 50% налог на доходы. И второе, на труд налог должен быть всегда меньше, чем налог на капитал. Не как у нас 13% на труд и 9% на капитал. Если 13% на труд, то 50% на капитал. И никак иначе. Это справедливо. И это может сохранить страну в единограницах. Юрий Юрьевич, если будут честные выборы, если будет равное представительство, то можно будет проводить законы, те, которые общество считает справедливыми. Понятно, да? Все просто и понятно. Вы признаете вот те выборы думские, которые были, вы их признаете честными? Я или мой кандидат? Да, ваш доверитель. КПРФ заявила о грубейших нарушениях. Все мандаты, полученные КПРФ, получены честно. Мандаты, полученные большинством, значительная часть, единой России, выдвинувшей Путина, значительная часть получена не честно. Но вы же понимаете, что если хотя бы одна фракция сдаст свои мандаты, то эта дума не состоится и придется назначать новые выборы. Но почему-то на этот шаг никто не пошел. Но и то, что вы говорите о налогах, то, что вы говорите про Прохорова. Я наблюдаю эту картину много лет. Коммунисты не способны сами зарабатывать деньги. Они способны считать чужие деньги и пытаться чужое распределять. Чем, в общем-то, они и прославились в веках. Понимаете? Попробуйте начать сами зарабатывать. У вас будет другая позиция. Вы сами будете смотреть, как и что распределять. Но вы же не зарабатываете сами. Вам распределять чужое нравится. Этим всегда славились все коммунисты во все времена. Ложь. Да ладно? С чего вдруг-то? Тут же люди-то слушают, они же в этой же стране живут. Что, люди добрые, я не правду, что ли, сказал? Всю жизнь коммунисты распределяли чужое. Не правду. Академик Алферов никогда ничего не распределял. Почему тут Академик Алферов? Я про вашу партию говорю. Академик Алферов. Вы включите, что спекулируете сразу Жоресом Алферовым. Вам повезло, у вас там Нобелевский лауреат. Есть другие Нобелевские лауреаты. Хорошо, не буду спекулировать Жоресом Алферовым. А, кстати, Прохоров работает с его учениками. Нормально у него в команде несколько учеников Жореса Алферова. Поэтому, ну, одна страна, кто угодно, мог куда угодно попасть. Но в целом это именно коммунистическая концепция. Распределять чужое. Заработайте сами и считайте деньги. Ну, опять ложь. Да ладно, с чего вдруг-то? А с тем, что коммунистическая концепция, это не распределять чужое. Те, кто сегодня распределяют чужое, имеют бонусы и опционы. Ваш Чубайс имеет. Да не мой Чубайс. Да скорее это Ваш Чубайс. Более двухсот. Вы знакомы с Чубайсом? Ну, Вы знакомы с Чубайсом? Ну, по-честному. Конечно, знакомы. А я не знаком. Ну, еще раз. Ваш с Прохоровым Чубайс... Это Ваш с Югановым Чубайсом. ...ни дня в частном секторе не работая, сидя на государственном, получает более двухсот миллионов в год. Прохоров при чем? Вы про Чубайса сейчас рассказываете. Ну, про Гайдара еще не... Отвечаю. Прохоров при чем? Вы говорите, коммунисты распределяют чужое. При коммунистах такого не было. При коммунистах вообще ни у кого ничего не было. И главное, не будет. Только очереди были. Вы знаете, я жил при коммунистах. И я жил при коммунистах. И я не могу сказать, что ничего не было. Я хочу сказать, что именно в период, когда коммунистическая партия при всех ее недостатках управляла в государстве, Созидание было, созидание, работы на порядок больше, чем сейчас. А как же так получилось, что просто провалилась страна, и страны не стало? Как же так произошло, когда все было и вдруг не стало? Что, опять предатели? Но если предатели, то только среди коммунистов, а кто еще мог? Ну разве мы об этом уже не говорили сегодня? Нет, ну вы сказали, я вам возразил. Если позволите, да, у нас осталось буквально совсем несколько секунд. Мы продолжим дискуссию, и каждый из представителей и уважаемых кандидатов в качестве заключительного слова воспользуется. Наверное, последнее слово. Наверное, последнее слово. У вас приблизительно равное количество времени, поэтому вначале, как это было обусловлено жеребьевкой, слово представителя и кандидата президента России Михаила Прохорова. Прошу вас. Друзья, Михаил Прохоров, мой товарищ, то, за что я сам могу ручаться, что Михаил не врун и не трус. Он действительно сильнейший экономист, он понимает, что делать, и я читал его программу, там все пункты выполнимы. Я считаю, что надо дать ему шанс, потому что в стране надо уже что-то менять. Вот, в общем-то, и все. Спасибо. Спасибо вам, и тогда заключительные 40 секунд представителя кандидата в президенты России. Так еще будет слово, или, я не понял, 27 секунд остались резервировать? Да нет, все, зачем мне? Я сказал все, что хотел. Спасибо. Тогда вот ваши 40 секунд, на этом мы будем уже завершать программу. Уважаемые избиратели, еще раз, здесь не наша с Евгением Вадимовичем дискуссия. Мы представляем своих кандидатов, я представляю Геннадия Андреевича Зюганова. Еще раз повторю главное. Путь исторический тернист. Был период, когда нас здорово зашкалило в левизну. Но это было обусловлено тоже предшествующей историей. Затем, в 90-е годы, и сейчас, в 2000-е, нас зашкалило в дикий, варварский, вульгарный либерализм, подчеркиваю. Такого варварства, как сейчас, когда олигархат и власть имеют полное, неограниченное право на произвол, нет больше в мире практически нигде. Спасибо вам большое. Я хотел бы благодарить участников за интересную плодотворную дискуссию. Мы действительно услышали много интересного, в том числе...